Когда мне говорят, что человек все раздражает, и что он со всеми, значит, конфликтует, я вспоминаю всегда анекдот про, значит, врача, ну, пациента. Приходит к врачу и говорит, доктор, у меня чудовищное какое-то заболевание. Он говорит, что такое? Ну, понимаете, и тут болит, и тут болит, и тут болит, и тут болит, и тут болит. Вот, на что доктор говорит, ну, это все понятно, у вас сломан палец. Вот, значит, вот мы зачастую оказываемся в состоянии депрессии, которая проявляется раздражительностью, потому что раздражительность – это защитный механизм, да, оголенный нерв, вот какая реакция, да. И вот, собственно, раздражительный человек часто думает, что проблема в характере, а проблема в том, что у него вот развилась такая раздражительная форма депрессии, вот. Вот, а стены раздражительные часто бывают. То есть человек нет сил, но при этом он раздражается на все. Вот, и если это ваш случай, то здесь задача – работать именно с депрессивным состоянием. Это не такая штука, которая решается магическим каким-то действием. Это недостаток нейромедиаторов, их там, пропускание, так сказать, нервного импульса у нас в голове. Вот, поэтому есть и препараты, и есть психотерапия и так далее, которые помогают с этим делом справиться. Вот, но часто раздражительность становится результатом завышенных ожиданий. Мы ждем от других людей, что они нас поймут, поддержат, что они, значит, к нам, ну, мы же такие очевидные вещи просим. Вот, мы столько все для них делаем, а они, вот, значит, нет. И в данном случае за раздражительностью стоит желание изменить этих других людей. Они должны быть другими. Более умными, более добрыми, более внимательными, более содержательными, более обстоятельными, более организованными, более интересными, более вдохновляющими и какими-то еще. Ну, слушайте, это мне тоже нравится весь список. Пусть они такие будут. Здесь мне вспоминается анекдот про искусственный интеллект. Когда, значит, сидит человек и говорит искусному интеллекту, да что ты, ты же зелезяка. Разве ты можешь написать симфонию? Разве ты можешь написать роман? Вот, искусственный интеллект говорит, ну, я-то могу, а ты? Вот, нам кажется, что вот мы такие прекрасные, понимаете, мы все можем. Вот, а на самом деле не мы, а совокупное человечество. Понимаете, то, что Чайковский написал хорошую музыку, не значит, что мы все просто гении невероятных. Так же, вот, так и мы в человеческом плане, мы тоже не подарок, понимаете. Поэтому прежде чем менять других, вы как-то посмотрите, вот, как бы, объективно, на себя. Ну, там, как бы, являетесь ли вы таким человеком, ради которого хочется меняться? Чтобы вот ваше присутствие только вызывало у всех людей желание стать вам просто милыми и любыми. Да вряд ли, понимаете, какое дело. Вот, и когда вы это, как бы, соотносите, вы думаете, да и, ну, ладно, вот такие они, что делать? Ну, как бы, может, даже что-то хорошее в них есть. Потому что, как только вы перестаете раздражаться на то, что в человеке вас раздражает, да, вот, вы перестаете на него нападать, вы перестаете от него убегать. И вы можете рассмотреть, что-то хорошее в нем есть точно. Так может, любить его или дружить с ним, или как-то поддерживать его, быть с ним в отношениях тех или иных. Вот. Можно за все от сильной стороны, а не за то, что вы где-то нашли вот эту соринку в глазу. А? Вот этот. Сучок. Пф. Разбираемся с бревнами.